знаете как звучит самая главная проблема велосипедистов у меня там внизу что-то хрустит так вот это что-то чаще всего эта каретка которая иногда действительно бывает похрустывает в эфире онлайн ирбай магазин им вело сегодня рассказываем как менять каретки поехали для этого нам потребуется разводной ключ съемник для шатунов съемник каретки съемник каретки типа hollow tech шестигранник на 8 киянка новая смазка конечно каретка это может быть не единственная проблема могут хрустеть педали или еще что но очень часто проблема действительно в каретке для того чтобы это проверить нам нужно снять систему шатунов и посмотреть в каком состоянии находится собственно каретка отметим сразу что систем бывают разных типов самый распространенный квадрат octalink и hollow tech у нас здесь квадрат сейчас я объясню почему так называется самая простая система которая часто используется в бюджетных моделях велосипедов смотрите собственно квадрат как еще назвать действительно квадрат для того чтобы снять систему и шатун нам нужен будет специальный инструмент такая вот выжимка потому что даже открутив болт руками никак не получится даже не пытайтесь не ломать эта выжимка вкручивается на то же место где находился наш крепежный болт до упор затем мы устанавливаем разводной ключ и начинаем с усилием вкручивать нашу выжимку таким образом она упирается в кареточный вал и выжимает из него систему шатунов вот так выглядит система под квадрат эти действительно квадратный разъем который устанавливается на опять же квадратный вал каретки octalink например выглядит круглый с такими зубцами во все стороны с обратной стороны делаем все то же самое выкручиваем стопорный винт и используем съемник шатунов вот каретка вот система шатунов какие могут быть основные проблемы либо очень часто даже новых велосипедов не до конца зажата каретка так часто делают некачественная сборка либо может расточиться сам квадрат из-за этого появляется люфт из-за этого появляется треск который нас не интересует либо банально пришли в негодность подшипники но это со временем случается значит всю каретку нужно заменить ничего не поделаешь как это сделать показываю мы предварительно переставили цепь на самую большую звезду сзади здесь мы и так аккуратно расположили на кареточном узле используем опять же дополнительный инструмент съемник каретки выглядит он вот так накладывается четко попадая в пазы а затем выкручивается при помощи с разводного ключа ребят упражнение это тяжелая каретка бывает закоревает выкрутить и очень тяжело главное запомните что со стороны системы выкручивать нужно по часовой стрелке а с обратной стороны против часовой так у вас все получится вот так выглядит картридж до под квадрат квадрат основа всего эта система использовалась с давних пор и до сих пор используется в бюджетных моделях и некоторых даже дорогих мы ее выкрутили она представляет собой закрытый механизм вот промышленные подшипники если они пришли в негодность то дело кранты проще заменить каретку стоит она относительно недорого и не мучиться устанавливается все то же самое только в обратном порядке и затягиваете серьезным усилием не ослабляйте потому что здесь крутится педали да и все должно четко сработать иначе люфт возникнет из-за того чтобы не дожали мы об этом говорили со мной начало устанавливаем систему шатунов со звездами до следим чтобы она была как нужно по отношению ко второму шату ну да чтоб у нас получились полноценные педали зажимаем болтом и возвращаем на место цепь после этого все будет готово и так более современный тип кареток с внешними чашками их легче разобрать легче обслужить они в принципе легче по весу для этого опять же раскручиваем стопорные болты у разных производителей они могут располагаться с разных сторон у нас здесь американцы чаще можно встретить наших магазинах японские модели от shimano но смысл остается тем же после того как мы открутили один шатун мы можем вытащить систему если она застряла можно постучать другой стороны кияночкой это нормально закрывает просто выглядит вот так то есть кареточный вал у нас собственно размещен уже на системе шатунов другая технология более современно 21 века ребята пора уже как-то же меняться правда затем с помощью специального инструмента снова выкручиваем каретку чаще всего это делается опять же со стороны шатунов по часовой стрелке с обратной против вот так выглядит каретка со внешними чашками вот здесь расположены подшипники они довольно большого диаметра это более современный стандарт как мы уже говорили спустя время эксплуатации она приходит вот в такое состояние то есть она грязная и нужно почистить из-за этого в том числе может быть неприятный звук оттуда поэтому мы ее вычищаем кладем туда абсолютно новую смазку и устанавливаем на место опять же здесь промышленные подшипники они закрытого типа то есть влага в них особо не попадает поэтому используем тряпку намоченную растворителем чтобы удалить всю старую смазку которая закорила которая стала твердой и непригодной к использованию когда все вычищено нам осталось все смазать и установить карет на свое место даже в резьбу где она устанавливается нужно нанести немного густой смазки еще лучше противозадирной пасты кроме того нам нужно добавить новой смазки на подвижные части каретки видите внутри движется подшипник вот эту часть мы тоже туда нанесем новые смазки устанавливаем конус добавляем немного смазки на резьбу и устанавливаем каретку на ее место повторяем и со второй чашкой нам снова нужно добавить в нее свежей смазки после того как все смазано и установлено возвращаем систему шатунов на законное место а вот так работает исправная каретка беззвучно тихо гладко так это и должно быть не бойтесь ремонтировать свой велосипед делайте это сами делайте с удовольствием и катайтесь как можно больше всем спасибо за внимание ставьте нам лайки и пишите вопросы в комментариях мы увидим пока